Город без аварий и пробок на дорогах. Мечта водителей и пешеходов может осуществиться в ближайшие три года. Над ее реализацией работают инженеры и IT-специалисты Южной Кореи. Наш корреспондент в Сеуле Владислав Цой прокатился на беспилотном автомобиле и узнал, когда по южнокорейским дорогам страны начнут ездить беспилотные автобусы. Безопасность на дорогах Южной Кореи обеспечат беспилотные автомобили. Их тестируют на полигоне в городе Хвасон. Умной эту машину делают камера на лобовом стекле и сенсоры, установленные в переднем и заднем бамперах. Правда, пока без водителя это авто еще не ездит. Но если нажать кнопку круиз-контроля, про руль можно забыть. Могу отпустить руль и ехать. Не держась за руль. Еще одна особенность этой машины, она может следовать за впереди едущим объектом, то есть машиной. Если эта машина остановится, то и наша машина, соответственно, тоже остановится. Водитель может включить автопилот, когда разговаривает по телефону или когда его тянет ко сну. Камера умеет различать на трассе разметки и ограничение скорости. В зависимости от дороги, сама машина распознает. На вот этой дороге можно 80 километров, поэтому максимально 80 километров. Вот так видит камера людей и объекты. При их появлении скорость автомобиля снижается. Разработка систем безопасности машин производится по поручению правительства. До 2020 года в Корее планируется выпуск беспилотной машины третьего уровня, которая будет передвигаться по дорожной карте. А это устройство, которое проходит испытания в городе Сувон, полезно для людей с ограниченными возможностями. Если внести в память такой машины нужный маршрут, она доставит пассажира до пункта назначения. Еще она может двигаться за человеком. Это изобретение ученых Сеульского национального университета. В этой лаборатории также разработан проект беспилотного автобуса. Беспилотные автобусы мы запустим до конца этого года. Они будут ездить в столичном районе Пангё и возить гостей зимней олимпиады в Пхенчане. Беспилотные автомобили начнут ездить в корейской силиконовой долине Пхангё. Она основана в 2005 году и в нее инвестировано больше 5 миллиардов долларов США. Сейчас здесь построены 80 умных зданий, в которых работают 72 тысячи сотрудников, больше тысячи компаний. Этот проект назвали «Зероу Сити» – город ноль. Здесь будет ноль выбросов в атмосферу, ноль дискомфорта и дискриминации. В ресторанах города уже сейчас есть электронное меню, а в магазинах одежды – умные примерочные. Проект «Зероу Сити» создается в рамках четвертой промышленной революции в Южной Корее. И на ее свершение, как говорят сами корейцы, никакие политические изменения в стране не повлияют. Владислав Цой, Ли Санхён, Хабар, 24, Южная Корея.